Средь бела дня неизвестные люди выносят из недостроенных домов в микрорайоне Патрокол бетонные блоки, загружая их в микрогрузовик. Так, в субботу 19 января в районе заброшенных Хабаровской компании Дальспецстрой девятиэтажек были замечены люди, которые занимались хищением собственности, а именно перегородочных блоков, которые строители не успели использовать, прикладки стен. Несколько жителей в рабочей форме грузили блоки в микрогрузовик. В это же время своей очереди поблизости ждала другая легковая машина с прицепом. Об этом одним из первых сообщило издание «Золотой Рог». Кстати, были прикреплены и снимки расхитителей. Тему поддержал и интернет-ресурс «Примамедиа». Интересно, что никто не препятствовал вывозу блоков в слегка доступные заброшенные стройки. Охраны здесь нет, забора тоже, поэтому сюда заглядывают не только похитители, но и вандалы, которые крушат оконные блоки и обдирают изоляцию. Отсюда следует, что консервации объектов должным образом произведена не было. Теперь степень строительной готовности этих объектов стремительно снижается. Их достройка потребует гораздо больше средств, чем на момент ухода с этих объектов строителей. Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявлял, что правительство подписало распоряжение о передаче в собственность администрации Приморского края 30 земельных участков в районе бухты Патрокол. Как пишет сайт patrocol.info, пока неизвестно, какие именно 30 участков будут переданы под застройку на нужды обманутых дольщиков. Пока идет переписка, известно лишь, что этот вопрос решается на уровне правительства Российской Федерации. На уровне города, края и ресурсодом.рф информации нет. Департамент земельных и имущественных отношений не торопится с ответом, зато поступил ответ от инспекции стройнадзора относительно недостроенных домов-призраков Дальспецстроя. Суть сводится к тому, что банкротящийся застройщик не реагирует на угрозы суда и предписания. Добавим, что разграбление имущества – не единственный риск заброшенной стройки. Такие места представляют реальную опасность для детей и подростков, которые выбирают такие места для своих игр. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова